Да, похвастаться не могу, но главное, не слишком холодно, пасмурно, уже второй день дождь идет, не переставая. Рассказывала, что меняют климат Калифорнии, включая климат всего мира. Но с Калифорнии, наверное, начали, ну, по моему воспоминанию, 25 лет уже, летом будет 25 лет, здесь живем, столько дождей не было. С одной стороны, хорошо, потому что, видите, наше траво какая зеленая, искусственная. Но все цветет, все так в хорошем состоянии, все растет. Сейчас в мастер-класс покажем, как Альма бежит за мячиком. Альма, ай, мотов? Она не любит такие собачьи игры. Альма, ари, михат, ари! Это должен быть игрушка для собаки, но она в состоянии игрушку съесть. Ари, куда ты будешь? Это кто не любит такие собачьи игры? Любуй маманю. Об этом говорю, ничего не... То есть с дочкой, когда играет, дочка ее дрессировщица. Очень хорошо слушается, все выполняет. А со мной, как с подругой, не слушается. Так, что делаем сегодня? Ох, это дерево не видела. Персиковое дерево. Это самое позднее, что цветет. Ну, а уже и это зацвело. Видите, как красиво. И птички запели как раз, к слову. Пользуюсь случаем, что дождя нету. Но зато воздух, кажется, неплохой. Если полосок на небе не найти, это уже хорошо. Несколько часов можем дышать. Что задумала? Помню, зачем эти цветы здесь цветут и глаз не радуют. Возьму и домой их отведу. Сейчас пойду что-нибудь принесу. Смотрите, она у нас не собака, а корова. Очень любит траву. Даже если с желудком все в порядке, она эту траву ест. Видите? Альма, Альма. Когда я ем, я глухонем. Это сейчас Альма говорит. Альма, киндакат. Поняли, да? И все равно. На огороде ничего нового, но зато очень хорошо. Такой сладкий с хрустом кинза есть у нас. Вряд ли захочет. Кузысь. О, цветок затвел. Смотрите. А подождите, камеру так подержу. Смотрите, какая красота. И здесь она травку кушает. Такая сочная трава. Прямо самой захотелось. И как красиво, да, после дождя. Эй, где же все ли у нас? О, это тоже кинза. Немножко сорву. Салатик сделаю. Так, что планируем сегодня, спрашивается. Сегодня решила посвятить себя домашнему хозяйству. Быть настоящей домашней хозяйкой. Ай, ма. Чуть не упала. Энергичная наша, агрессивная. Бежит так сильно. Хочу цветы сорвать там. Ой, ма. Ну так, нечаянно бежит. Здесь у меня каймандзук растет. Уже немножко срезала, чтобы просто так бартучик сделать. Говорят, это еще и называют дикая кинза. И с этим названием шервель-кервель. На английском шервел. В общем, очень хорошая трава для джингалев-хадз. Уже не терпится приготовить. Когда весна уже наступает, соответственно, хочется приготовить именно, скажем, эти несколько блюд или съедобных вкусностей. Она никому не дает. Этих, те, что не раскрылись, я оставлю. Но эти, ох, как я люблю их запах. Метка Барнестрес. И не берни. Берни. Что-то помню с кинзой детоксирующая. Помню, что искала. Беку должна была на последний. У него вакцина отсутствовала. В школу хотела его отдать. Сказали, вакцина отсутствует. И подумала, если выбора нет, то будем вакцинировать. Ну, из обязательных для школы и для этого самого. Посмотрела против вакцины детокс. После вакцины детокс. И там, если не ошибаюсь, купила что-то, но не дала, потому что в школу не повела и не вакцинировала. Еще отсутствует. Экстракт кинзы. Если не ошибаюсь, сейчас хочу посмотреть. И как готовятся экстракты. Обычно так и готовятся. Что готовила? Экстракт это, вы скажете, настойка. Настойка. Для чего настойку хотите? Добавляйте сверху алкоголь. Оставляйте в темном месте 2-3 недели или месяц. И у вас настойка чего-то. Сейчас хочу посмотреть, если это действительно кинза была. Что помню кинза. Буду готовить разные настойки. Воздух засорен. Heavy metal. Heavy metal detox. От тяжелых металлов детоксируются. Если не ошибаюсь, это была кинза. Посмотрю. Потом подробнее расскажу. Уже... Ну, ты цветы кушаешь? Ну, не удивляйтесь. У этого мальчика... Это типа бейзел? Это не бейзел, это сила. Я не боюсь. Я не боюсь. 10 носок. Помните, если температура была. Это тоже возьму. И пойдем домой. Оказалось, у него горло болело. До сих пор у него горло красное, но температура нету. Потому что разные экстракты ему помогли. Хаджа. У него портфолио есть, для которого он должен приготовить что-то из разных непонятных веществ. Окей. Добро-добро. Вот теперь весна будет перед глазами, а не за окном только. Эти два дня, два дня, арам... Три дня или два дня. Сколько дней у нас дождей? Не перестают дожди. Поэтому такое впечатление, что вечные дожди у нас начались. Вчера не снимали такой хороший день. Как раз очень подходящий к дождю. Утром проснулись. Почему-то Люсин решила... Очень рано... Очень рано проснулась и испекла шоколадные печенья. Проснулись к этому запаху, аромату шоколадных печеньев. Хай. Она сердится, когда приходим домой. Хай, сердекас. Сиделись в нужен, нюхали аромат, пили кофе, но рано утром не едим. Потом к второму кофе забыли... Я забыла про веганскую диету. Какая ужасная. А, думала гулять, так гулять. Не хочу ничего соблюдать строго. Уже соблюдаю очень хорошо и полезно питаюсь. Буква один. Одно печенье, кусочек филаминьон. Ничего, ни к чему не помешает. В общем, согрешила вчера. А, и днем уже, ну, ничего не хотела делать. Решили отдыхаем, отдыхаем. День ужасный, дождливый, угрюмый, темный такой. Лучше сидеть, чай пить, печенье есть. Так и делали. И днем, говорю, раз уж она умеет печенье пить, уверенно сможет и сконы сделать. Муж сразу бегом в магазин. Сконы с голубикой. Заказали, сидели, ждали. Так хорошо испекла. И решили назначить Люси нашей девушкой пекущей сладости. Девушкой, которая печет сладости. Сейчас сегодня, думаю, что ей заказать. Может, другие шоколадные. Трипл. Трайур. О, солнышко пришло. Видите, как хорошо цветы сюда принесла. В общем, что-то сладкое она, наверное, испечет. Я задумалась сделать, наконец-то, борщ из костного бульона. Что-то еще хочу. А манты делаю детям. Еще что-то, наверное, сделаю. Ты голоден, кстати. Нет? А что ел? Видите, не ест и не голоден. Всем бы такого мужчина. Правильно, не ест и не голоден. И даже ничего не хочет, не требует, не жаруется, не плачет. Хотим, хотим, Эгина. Кто-то писал, где таких, что делают? Не знаю, где таких мужчин изготавливают или что-то в этом роде. Последнего забрала. Думаю, у всех свои. Это про мужчин тоже сказали. Инчаритик, сиртыкас? Мишмаргом одеть. Банна. Это тоже, да? Я. Она на день рождения бабушки, нашей троюродной. Бабушка очень любит фиолетовый цвет. Лили, Банна, как говоришь, мне отцвистам Барцеву, Галис, Барцелеса. Она пошла... Барцеву, Барцеву, Золитку. Мог зазумес. Барцнель. Пошла, купила ткань фиолетового цвета, чтобы... И бабушка очень любит подушки. Чтобы для бабушки купить подушку, ну, сшить подушку, чехол, ну, не чехол, наволочку, наволочку и подушку еще продолжать. Не знаю, что еще делает. Ну, да, работает. Говорит, она очень обрадуется, если моя ручная работа у нее будет. Вот видите. Такая красивая подушечка. А это наволочка, двухсторонняя, потому что первой ткани недостаточно купила, но хотела две сшить. Потом нашла эту ткань и присоединила. Она так чисто шьет, если посмотреть, ровно, чисто. Видите? Это башка танка, так, что гумарилась. Проверяем. Масла детям. Я еще не буду подушечивать. Еще не погладила, говорит, и все. Окей. И вальфри дуго. Но ее замуж не выдаем, если есть вопросы. Бережем для себя. Солене будем делать. Говорили раньше, когда дочек не хотели замуж выдавать. Или рано, или еще рано спрашивали. А вы что, вы их в солене в бочку будете класть? Да. Это про Лилит. А Люсин ее прямо поднесло. Лилит называет бабушка. Говорю, что делает Люсин? Что делает она? Говорит, это не Люсин. Бабушка сидит, вяжет. Она и такую кофточку сделала с пуговичкой. Сейчас работает над свитером полурукава. Связала, наверное, не знаю, уже 20 разных шапок. То с ушками, то с этим, то сзади с чем-то. Это коллекция целая. Говорю, Люс, ты можешь свободно начать свой маленький бизнес. Ручной работы. Говорит, нет, мам, я хочу так хорошо стать таким непрофессионалом. Но как это слово? Знать, как это делается, очень по-мастерски. Мастером своего дела, так скажем. А потом уже задумаюсь про продажу. Но говорит, я сейчас просто так балуюсь, играю. Если она так балует, играются. Балуется, играет. Если станет мастером своего дела, мы все убежим. Это про детей рассказала. Что еще хотела? Хочу посмотреть все-таки этот детоксирующий цвет. Правильно помнила, что есть cilantro extract for cleansing and detoxifying support. То есть есть, но здесь смотрю, ну как готовится. На сушеные листья масло можно сделать. Сейчас заказала орегано. Это самая, можно сказать, супер трава. Защита иммунитета или укрепление иммунитета. Хочу настойку с маслом приготовить. Заказала. А кинзу сама могу засушить. Добавить масло или алкоголь. И сделать настойку. И капсулы детям. Как сейчас масло тмина. Думаю, масло тмина спасает Бека от температуры. Потому что в день, когда я помню, я сказала, температура 7, вечером уже 39 был. Хорошенько спотел. Температура спустилась. Уснул. Утром ни температуры, ничего. Вчера опять 7 температуры поднялась. Говорю, а ну-ка, ротик открой. Интересно, что у него гланды опухшие. Но ему не больно. Говорит, не очень больно. Когда глотаю совсем немножко. То есть он не жалуется. Этот ребенок не умеет жаловаться. Или точно мне сказать, что с ним происходит. Ну, может, да, сказать, мам, горло болит. Нет, говорю, здесь болит, здесь болит. Ничего у него не болит. Он крутится, вертится. Даже кушает. Ну, ага, вчера посмотрела, опухшие все, кроме люсин, удалили гланды. И мы, естественно, не собираемся удалять. Массажи, помните, делали, показывала, у доктора Берга научилась. Акюпрессер. С этой части, да, эти, находите эти хосики, ямочки. И хорошенько массируйте, массируйте эти массажи. И масло тмина. Что еще давала? Прополис. Масло прополиса тоже давала. И силвер. И все, мальчик, ну, хорошо. Смотрю, горло еще такое немножко. Вот еще заказала. Натуральный, без побочек, антибиотик. Так называется. И действительно, очень многие пользуются и довольны. В ссылках оставлю. Что хотела сказать? Эти три ингредиента один день, и мальчик больше не болен. Раньше к врачу антибиотики целых 10 дней должны были принимать разные лекарства от температуры. Никакого лекарства не давала, массажи делала. Руки хорошенько так массировала, ушки массировала. Сзади ушек тоже массировала. Все уши. Все уши. Все, какие у него были. И все. Легко и просто. Но этот вакцин Дитакс купила. И с другой компанией совершенно. В их составе, сейчас хочу прочить, очень мелкие. Даже вы не увидели бы. Смотрите. А, вы видите. Поэтому нам в помощь придет техника. Что в составе этого Дитакса? Орегон грейпрут. Корни ореганского винограда. Идите, найдите. Елодак рут. Это у меня есть елодак. Не знаю, как перевести. Но у меня есть настойка от этого. Такая настойка есть. Астрогалус рут. Это тоже у меня есть. Машмелло рут. Нету. Машмелло грибной корень. Или корни гриб. Не знаю, какие корни у нас бывают. Дендилайон рут. Дендилайон. Арам. Знаете, горький одуванчик. Корни одуванчика тоже есть. Даже чай-кофе готовлю иногда. Кейн алкоголь. Алкоголь тростниковый. И фильтр вода. Фильтрированная вода. Если все под рукой есть, смешайте и начинайте принимать. На самом деле, действительно, воздух не очень приятный. И всегда думаю, думаю, когда... Эти химтрейли уже не мистика, уже не каспирология. Даже об этом спокойно говорят. И говорят, да, это геоинженеринг называется. Геоинженерность. Инженерия. Инженерия. Геоинженерия. Не знаю. Вы знаете лучше. Даже очень явно показывают, что это делается. Что тяжелые металлы на нашу голову, на нашу планету сыпят. И всегда думаю, люди, которые это делают, они ведь тоже дышат этот воздух. Но думаю, если яд знают, ядом пользуются, знают и антияд. То есть, если это тяжелые металлы, детоксируются от тяжелых металлов. Сейчас мы должны найти выход. Друзья, товарищи, человечество на нас напали. Насколько это... Помню, три года назад в каком-то... Вы не... А даже помню, в каком видео. Если захочу, даже найду. Там полоски были на небе. Я говорю, эти злые языки говорят, эти полоски нас травят. Или ядовитые. В общем, в комментариях кто-то очень сердился. Хватит чушь болтать. Вас люди смотрят. Вы ответственны за то, что говорите и тому подобное. Да. Друзья, товарищи, продержимся, выдержим. Узнаем, как нам бороться. И будем бороться дальше. Как будто борешься с невидимым врагом. То есть, даже уже видны. Видны. Спокойно говорят. Симпозиуми. Не знаю. Окей. Будем только про хорошее. Игина, вы домохозяйка. Идите, радуйте людей. Пойду порадую людей. Коско отменяется в этой неделе. Уже бумажку купили главную. Самое главное их. Paper towel. Эти салфетки бумажные. Мы просто хотели за салфетками пойти. А там уже что попало бы под руку. Но в этой неделе уже не успеем. Еще разные другие деловые у нас планы будут. Поско не успеем. Клубнику купили. Клубнику купили. Спасибо. Купили. Молодец. Окей, встану. Не буду лениться. Вчера хорошо поленилась. Посидела. На телефоне посидела. По возможности. Всех посердечкала. Еще раз благодарю за ваше понимание. и за вашу поддержку. Да. Легче работать. С поддержкой и с пониманием. От людей, для которых работаешь. Гораздо легче и светлее. И чайка, а ну, друг? Холмворк? Да. О, говорит Беку, помогаю. А еще одно что-то скажу. Арка уже две недели. И даже чуть больше. Храпит ночью. Он храпел, помни, Шарам. Он у нас спал. Бек и Арка в какое-то время в нашей комнате. И ночью так сильно храпел, храпел. Потом у него еще гланды очень сильно наполнялись. И удалили гланды. Но кроме гланды, у него еще за стеной носа, как называется, лишнее такое, не знаю, лишнее что-то было. Это тоже удалили. Из-за этого он храпел. Сейчас храпит, как храпел раньше. Волнуюсь, но не думаю, что еще раз одна и та же проблема. Гландов нет. Усмотрела чисто. Три дня уже делает утром, вечером Уимхов упражнения, дыхательные упражнения делает. Естественно, мои магические массажи делаю. И тоже эти масло тмина ему тоже даю. Кажется, помогает. Или мне кажется, но вчера не слышали сильный храп. Если у вас есть опыт с этим, скажем, если поделитесь в комментариях, просто не надо писать, поведите его к врачу. Уже смотрела очень многих педиатров. Разные причины могут быть. Некоторые говорят, это нормально. Некоторые говорят, ненормально. Серединку нашла. Сейчас, вчера, в первый день, что проследила, сижу, смотрю. Anyway. Ну да, если у кого-то есть опыт или какое-то предложение, как удалить храп. А, ты тоже раньше очень сильно храпела. Я его туда-сюда поворачивала, переставал. Потом перестал. Видите? Так туда-сюда его толкала, что перестал. Однажды даже с кровати так сильно упал. Совсем перестал. Перестал на кровати спать. Окей. Пошутили и встали. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Так. И все. Так. 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 Продолжение следует...